Очень интересный момент был у меня на одной из групп. Парень женился недавно, у него беременная жена, он по идее, вот у него там новая жизнь начинается, а при этом каждый раз, когда он думает о завтрашнем дне, у него страшный испуг, и он никак не может сформулировать, что же он будет делать завтра. Когда стали выяснять линию времени, у него будущее было за спиной. Ну, то есть день следующий наступал вот так. Все, смирись, делай что-нибудь. Да, адаптируйся или сдохни. После того, как выдвинули вот эту вот линию времени, будущего, вернее, он стал видеть, что будет, калибруйте по невербалике. Это так хорошо видно, когда человек вот реально расслабляется. Его спрашиваешь про завтра, а он расслабленно говорит про завтрашний день. Он уже видит хотя бы приблизительно общие черты, общие характеристики того, что будет происходить завтра. Когда мы начинаем играть с линией времени, она становится, я бы сказала, живой, гибкой. Их может быть несколько в зависимости от контекста. То есть вот для тренеров, например, совершенно свойственна своя линия времени, как у людей, да, ну то есть у всех нормальных людей. Когда ты на группе или там глаз напротив становится чуть больше двух, соответственно линия времени тут же разворачивается, и все, и будущее туда движется, прошлое туда. Мгновенно. На отдых уезжаешь, нафиг тебе эти усы вообще, выкинь их за спину и живи вот прямо здесь и наслаждайся. Нужно планировать. Отлично. Достали оба усика, опираемся на прошлый опыт. Скор, вспомните скор, да? Что такое скор? Это прошлое, это будущее. Когда ты берешь опыт прошлого и планируешь на будущее, на будущее, используя обратную связь высокого качества и на будущее. Почему некоторые люди ходят по граблям, просто ходят и ходят, да? По тем же граблям. Граблеходцы. Потому что произошла ситуация, выкинули ее за спину, не видят, не помнят, не знают. Глаз давой типа из сердца вон. Все, забыли. Время лечит, знаете, вот эти вот все трансы. Забыли, все, не хочу вспоминать, начинаю с чистого листа. О чем человек говорит? О том, что прошлое он прям реально забил, он не помнит ничего, он опыта никакого не выносит из него. Теперь с чистого листа. Он теперь заново все те же ошибки создает. Точно так же черновики. Опять начинает пропись писать. Те же ошибки совершает. По поводу выше-ниже, я могу сказать, что есть такая статистическая вероятность, что чем выше, тем значимее. Чем ниже, тем менее значимее. Вот это я могу сказать, но это тоже нужно проверять. В нашей культуре статистически выше-важнее. Ну там, родители, знаете ли, да? Или наплюй на это. Как ты можешь на что-то наплевать, если оно вот там, да? Соответственно, это нужно сначала там. А потом плевать. Есть что тебя беспокоит, да, как в том фильме? И хрен с ним. Это классический вот. Работа с линией времени. С линией времени, да? Или как, знаете, когда вот общаются кто-то, кто-то кому-то что-то накидывает, каких-то суммональностей. Ты такой, да ну нафиг это. То есть вот, оп, и как бы убрал это, очистил экран, да? И начинаешь свои какие-то штуки. Причем, когда вы сейчас будете работать в группах, группы будут человека по 4, по 5, потому что очень интересно, когда линии времени сильно отличаются от вас. Примеряйте. Примеряйте на себя. У человека там как американские горки. Ну попробуйте, если вы теперь в будущее будете вот так. Вот так вот, да? Или будущее вообще не одно, а несколько вариантов, которые вообще параллельно вот так вот развиваются. И ты такой, ууууу. А как выбираешь? Никак? Куда зависло? Нет, я просто так сказал. Понравилось, а мне понравилось. А там как раз по вот этому критерию. Эксайтинг, да, где прет больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова